В 1980 году в штат цеха номер 41 химзавода были приняты первые лаборанты. Лаборатории как таковой тогда еще не существовало. В корпусе 256 вели строительные работы. Первые лаборанты занимались теоретической подготовкой в Саянске в 17-м общежитии. С 1 февраля 1982 года официально существует одно из важнейших структурных подразделений Акционерного общества «Саянский пласт» – лаборатория по обслуживанию производства поливинилхлорида. В этом году лаборатория отмечает 40-летний юбилей. С 1986 года ее возглавляет Наталья Довгань. Начиналось сложно. Но, к сожалению, я не была на пуске. Но знаю, как это все равно было. У нас первые лаборанты участвовали в пуске. Это Константинова Любовь, Окладникова Наталья, Самарина Надежда. В 1981 году тоже была принята уже Закирова Загира Ахаматовна, Шипицына Татьяна Владимировна. Они участвовали в установлении лаборатории, в постановке методик на производство. Делали анализы первые на привозной смоле. В 1983 году в июле это уже состоялся пуск. Участвовала Илья Вашова. Это начальник лаборатории Дзержинского капролакта, которая помогала. В общем, первопроходцам было сложнее, конечно. Ну и, конечно, первоначально выпускалась только марка 7059М. Анализов было гораздо больше, потому что эта марка, на которую требуется выполнять анализы, требовалось на вальцах, термостабильность, удельное объемно-электрическое сопротивление, гомогенность. Это длительные трудоемкие анализы. Делали на каждую партию анализы. Парк приборов в то время включал два хроматографа японской фирмы, которые рядом с нашими, отечественными, казались очень компактными, современными. Спектрофотометр, фотоэлектрокалориметр, PH-метры, вальцы, пресс, потенциограф, сушильные шкафы, весы, просеивающие машины. Почти все оборудование импортных поставщиков было ново и красиво. Учиться работать на таких приборах было интересно. Анализы были поставлены в соответствии с ГОСТ. Было все необходимое. Но сейчас, конечно, оборудование более современное. Сейчас у нас есть такие приборы, как термомат. И сейчас у нас все методы в основном, они у нас поставлены по международным стандартам ИСО. И, ну, они, в принципе, не отличались, они идентичны, как бы, от наших. Но все мы, как бы, вот, все мелочи, все там, все подвели к ИСО. Вот, у нас есть такой прибор термомат, который определяет термостабильность, что важно для потребителей. Вот. И что еще хочу сказать. Сейчас, конечно, анализов поменьше. Во-первых, 70-59 марка составляет где-то порядка четвертой части, третьей части ПВХ. Четвертая часть ПВХ опускаема. Вот. А в основном 67 марка. Там анализов, конечно, поменьше. Там уже не требуется вальцевание. Там определяемая термостабильность, конечно, что важно для потребителей ПВХ, переработчиков для оконного пластиката. В общем-то, конечно, многое изменилось. Жизнь стала немножко полегче. Но, конечно, все равно лаборанты постоянно приходится много ходить, отбирать пробы, ходить в УЗИО. Мы там сделали экспресс-лабораторию в 253-м корпусе на установке затарки и отгрузки тоже. Это уже, наверное, с года 2014-го мы там тоже работаем. Мы в случае необходимости, когда очень много анализов, когда приходится буквально с потока, иногда отбираем каждый биг-бэк. И, конечно, иногда в игроковку производим. Поскольку ПВХ – это не гомогенный продукт. Это продукт, ну, как сказать, можно иногда, когда, ну, бывают какие-то проблемы на производстве. Качество, конечно, хорошее, но иногда бывает. И мы, конечно, должны следить, потому что мы – это последняя инстанция, которая анализирует, которая контролирует качество. И, конечно, претензий мы не допускаем. Бальцуют, прессуют, определяют свойства поливинилхлоридной смолы. Каждый день работники лаборатории ПВХ стоят на страже качества, не допуская случаев попадания некачественного продукта на внешний и внутренний рынок. Отличное качество выпускаемой продукции сенс-химпласта высоко ценится потребителями. Однако специалисты лаборатории ПВХ постоянно работают над тем, чтобы его показатели становились еще лучше. Группа исследователей, руководит которой опытнейший специалист Татьяна Резникова, в тандеме с технологами занимается опытными работами, испытывает новое сырье, которое позволяет совершенствовать готовый продукт. Работа наша в первую очередь направлена на улучшение качества ПВХ. Работа у нас бывает и оперативная, и плановая. Вот чем отличается наша производственная наука, она имеет свои особенности. У нас иногда на оперативной работе нет такого определенного времени, чтобы решить эту проблему. У нас может происходить все очень быстро, и решать проблему, которая сейчас возникла, тоже решаем очень быстро. А проблемы, спектр проблем у нас бывает разным. Практически это весь спектр проблем, которые бывают на производстве ПВХ. Вот так у нас проводится оперативная работа. Но кроме оперативных работ мы проводим исследовательские работы, исследуем стадии производства ПВХ. При проведении данных исследований мы занимаемся анализом, выявляем причины отклонения от технологического режима. Еще у нас большая работа проводится по сырью, которую мы на сегодня используем. Последний вот этот, прошлый год, этот год, у нас фактически на этот год запланировано 13 опытно-промышленных испытаний только. Но для того, чтобы перед тем, как провести эти опытно-промышленные испытания, мы в первую очередь проводим такой анализ сертификата качества. Смотрим на все показатели, которые к нам. Мы не берем сырье, то, что нам все предлагают. Мы работаем над тем, чтобы выбрать сырье. В первую очередь мы выбираем теоретически, да, получается, только по данным, представленным сертификатам. Мы смотрим, что там есть показатели фактически, которые, возможно, окажутся нам допустимы для нашего производства. Мы получаем опытный образец. И когда мы получаем опытный образец, вот здесь мы проводим лабораторные исследования. По нашим этим выводам только производится опытно-промышленное испытание. Такая тщательная и сложная работа, которая требует профессионализма, которым обладают специалисты нашей группы. В нашу группу входит фактически, наша группа небольшая. Я, как являюсь ведущим специалистом, два инженера-технолога, это безродных Маргарита Александровна и Бериндеева Ирина Сергеевна. И два лаборанта, специалисты у нас в высокой категории. И вот здесь, когда мы говорим о профессионализме, я бы очень хотела отметить профессионализм Ведениной Мариной Алексеевны, которая она тоже в группе ПВХ, она до 1988 года. И выразить ей благодарность за ее признательность, за ее труд и передачу навыков молодежи. Фактически, вот это два специалиста, которые у нас сегодня есть, инженеры, да, они им еще работают над собой, но им еще надо работать, чтобы... У нас вот такая работа, ее не научишь, как делать анализы, завод поставили и все. У нас, мы каждый, у нас эта работа включает в себя, это обработка информации, да, потом подготовка какого-то метода, потом и практическое использование этого метода, да, это все зависит от лаборанта. У нас нет постоянного рабочего места, ну, есть такие моменты, ну, в общем-то, мы решаем у нас. Вот, метод, и как его, этот метод, да, обработать и на том оборудовании, и на тех возможностях, которые мы сегодня имеем. От этого делают наши специалисты-лаборанты, и от их способностей это зависит, наши результаты, выводы и рекомендации. В былые времена в лабораторию приходили работать и медики, и повара. Сегодня в коллектив принимают исключительно со специальным образованием. Людей, у которых есть понятие о деятельности, которую им предстоит выполнять. Лаборатория должна выполнять анализы квалифицированно, и, следовательно, выдавать их достоверно. Именно с этой целью в лаборатории у нас поставлен внутрилабораторный контроль результатов химического анализа. Он заключается в том, что все, ну, выборочно партии готового продукта и по стадийного контроля, а затем проверяются лаборантами более высокой квалификации, то есть проверяются все анализы и делается вывод. Результаты сравниваются между собой и с характеристиками погрешности. На основании данных строится карта Шухарта, которая показывает, исключает случайные ошибки, находит систематические погрешности. Это очень нужная и важная работа. Внутренный контроль у нас выполняют лаборанты высокого разряда. Это Дудка Анжелика Сергеевна, Чечикова Евгения Александровна и Федешина Антария Алексеевна. Они у нас специалисты высокого разряда, работают на всех рабочих местах, они выполняют свою работу. При необходимости они работают в сменах, так как у нас всегда, сейчас уже штаб маленький, всегда где-то у нас бывают прорехи. Поэтому на всех они везде у нас как палочки-выручалочки. Для появления систематических погрешностей, которые выявить вообще в принципе очень сложно, у нас созданы свои образцы для контроля по марке С-70 и по марке С-67. Эти образцы периодически раз, примерно два раза в месяц проверяются по всем показателям, и могут быть выявлены какие-то ошибки. Например, как работа оборудования, например, что-то случилось в данном случае, например, у нас последнее случилось с определением удельного электрического сопротивления. При проверке образцов на втором метрике С-70 оказались результаты ниже тех, что были до этого, где-то в полтора-два раза. И на основании этого вывели неполадку электрода этого прибора. И сейчас в втором квартале мы планируем закупить новый электрод. Требовательные и компетентные. Выбрав для себя труд в лаборатории ПВХ, они уже не ищут чего-то другого. Женщинам комфортно работать в дружном, веселом коллективе под руководством требовательного и справедливого руководителя. Наталья Федышина пришла на завод после химико-технологического техникума и вот уже 8 лет трудится в лаборатории. Мне нравится именно выполнение анализов. Мой любимый анализ – это эмульгаторы. Приготовление растворов, построение графиков, ну и затем замер. Точность, да, это, скажем так, даже не точность, а скрупулезность, потому что от этого зависят результаты анализа. Нужно быть достаточно внимательным. Ну и, наверное, ответственность, как и во всякой работе. Надежда Старостина трудится в лаборатории ПВХ уже 30 лет. Свою работу очень любит, считает ее очень важной. Мне интересно. Я с удовольствием всегда на работу хожу, с удовольствием. Потому что каждый день оно что-то новое для себя, для предприятия именно. Ну мы, можно так сказать, глаза, наверное, нашего именно производства. Что цех произвел, так сказать, да, продукцию. И нам дает на контроль, именно начиная от самого начала. Полимеризация, это весь процесс, который идет. Мы это все анализируем, смотрим, что загружается в реактор. У нас есть нормы, ну, регламента нормы. Мы эти анализы делаем, смотрим, соответствуют норме, не соответствуют. Ну, очень редко бывает, когда не соответствует. У нас своя методика, сообщаем операторам, технологи в курсе сразу становятся. Все, они что-то делают. Значит, мы, ну, как сказать-то, глаза, уши, руки. Готовый продукт точно так же получается. У нас пофазный контроль и готовый продукт уже. Здесь без нашего одобрения, так сказать, без паспортов наших, мы не можем, вернее, отделение затарки не может дальше продолжать, ну, потребителю отправлять нашу продукцию. Так что ответственно, трудно, но интересно. 40 лет зрелый возраст. За ним стоит не только ежедневный кропотливый труд, но и успехи созидания, блестящие разработки новых рецептур и методик. Работой небольшого дружного коллектива обеспечивается высокое качество главного продукта химического комбината – поливинилфлоридной смолы, что является самым важным преимуществом на рынке полимеров. Труд специалистов лаборатории производства поливинилфлорида сложно переоценить. Их вклад в развитие экономики предприятия всегда будет весом и значим. Пожелаем коллективу лаборатории развивать и приумножать лучшие традиции и достигать новых высот в работе. Я хочу поздравить свой коллектив с 40-летним юбилеем, пожелать всем, прежде всего, здоровья, семейного благополучия, дальнейших профессиональных успехов. И не растерять, это наши традиции лаборатории, чувство коллективизма, чтобы оно всегда присутствовало и всегда помогало в работе. Всего самого доброго всем, всего наилучшего. Я бы хотела от себя лично и от своего коллектива, группы исследований, всех поздравить с этим праздником. И в первую очередь пожелать всем терпения, здоровья, здоровья, которое в наше время так не обходило. И хотела бы свой коллектив поздравить с нашим праздником, всем пожелать здоровья, благополучия, в семьях счастья и зарплаты. 40 лет – это хорошая дата. Уже можно говорить о каких-то свершениях, то, чего мы добились благодаря Наталье Владимировне, благодаря нашему коллективу, очень дружному коллективу. Хочу пожелать прежде всего здоровья, творческих успехов, в семье, чтобы было все благополучно, будет благополучно в семье, будет благополучно, все хорошо и на работе, естественно. Всего всем самого доброго, процветания нашему залу. Редактор субтитров А.Семкин